За ручку с Мишкой лежат две близняшки. Крошка, пойдем домой! Тебя ждет счастливое детство! Высыпаем ткани. Какую выберем? Белую. Прикладываем блестящий кусочек. Получился конверт. По краям сверкают стразы и золотой бант. Малышка Алиса уютно лежит в дорогущем конверте. Богатый папа нянчится с крошкой. Моя детка, впереди тебя ждет восхитительное будущее. Твоя жизнь будет полна красок. А пока пора отдыхать. Пусть звон золотых монет навевает сладкие сны. В то же время, сестричка Аманда живет в бедной семье. Алиса играет с любимыми игрушками. Ах, крошка сидит на полу. Недопустимо. Сэм! К вашим услугам, сэр. Моей девочке срочно нужен игровой уголок. Будет сделано. Берем пенополистирол. Кладем матрасик. Вкладываем фатин в котелок. Лали кабра. Пышная тесьма. Выстраиваем спинку. Мягкие подушки. Уютное место для игр. Ох, и тяжелый. Готово, сэр. Чудесно. Малышка, тебе нравится? Мягенько. Крошка тащит туда все игрушки. Папа угодил дочурке. Возьмем кошачий домик. Вставим полочку. Вырежем картонные вставки. Перегородка. Обставим домик мебелью. Самодельный игрушечный домик порадует крошку. Аманда растет способной малышкой. Представляю мой проект «Домика для кукол». Мама, посмотри. Крошка, ты такая талантливая. Давай осуществим твою мечту. Материалы есть. Мама с дочкой приступают к делу. Малютка в восторге. Аманда стала старше. Новое платье слишком дорого. В баке завалялись ткани. Шаблоны наряда. Забросим в стаканчик. Потрясем. Вуаля. Шорты и кофточка. Примерь обновку. Одежда испачкана. Взгляни в зеркальце. Расчешем волосы. Повязка с бантом. Аманда стала подростком. Хочу заработать денежек. Пора разработать план. Может, в книгах найдутся подсказки? Придумала. На лимонаде можно сколотить капитал. Мы с мамой будем жить в достатке. Дочурка чем занята? Составила бизнес-план. Заработаю денежки. Умничка. Я поддержу все твои начинания. Приветик. Я хочу новый лук. Выбирай ткани. Все такое красивое. Глаза разбегаются. Беру самую дорогую. Спасибо. Выкройки готовы. Сострочим на швейной машинке. Шикарное боди. Юбка в пайетках. Роскошно. Золотые чулочки. Выбираем обувь. Каблучки. Сменим прическу. Стилисты, за дело. Алиса всегда в тренде. Алиса наслаждается каждым днем. Никаких забот. Красота. Доченька, как дела? Может, полетаем на вертолете? Ну нет, скукотища. Подарочек от папы. Поедешь в лагерь? Вау, вип-билет. Интересно. Пакую чемодан. Наши фото на память. Вперед. Приключения. Аманда тоже мечтает о летнем лагере. Мисс, как можно попасть в лагерь? Просто купи билетик. Этого хватит? Увы, малышка, билет стоит дороже. Не судьба. Старенькая стойка. Есть идея. Самое время осуществить бизнес-план. Тяжеленькая. Лалилу, поможете немного преобразить? Пожалуйста. Вау. Нарежем равные доски. Ой, одной не хватает. Аманда, попробуй сама. Молодчина. Соберем деревянную стойку. Я помогу. Пополам. Опускайте вывеску ниже. Вот так. Найф. Надпись «Лимонад». Табличка привлечет клиентов. Подвесим гирлянду из лоскутков. Все для производства лимонада. Ах, все как я мечтала. Лимонад. Холодный лимонад. Охладиться не помешает. Беру один. Угощайтесь. Первая прибыль. Мимо проезжает Алиса с богатым папой. Подкрепимся, дочурка. Хочешь сладкую вату? Нет, хочу пить. О, лимонад. Стаканчик, пожалуйста. Поехали дальше. Теперь мне хватает на лагерь. Беру билетик. Мы на месте. Хорошо отдохнуть, детка. На школьном автобусе подъехала Аманда. Добро пожаловать в летний лагерь. Я покажу твою комнату. Подготовим ткани. Приложим шаблоны. Детали есть. Приветик, Мишка. Сошьем заготовки. Наполним синтепоном. Милая мордочка. Обвиваем канатиком. Кому принадлежит милая игрушка? Здесь ты будешь жить. Можешь оставить вещи на верхней кровати. Спасибо. Всегда мечтала спать на втором ярусе. Разберу чемоданчик. Добро пожаловать в лагерь, Мишка. Сбегу за формой. И это моя комната. Да уж, не дворец. Чьи-то чужие вещи. Где-то я видела такого Мишку. Показалось. Для чемодана хватит места. Где там выдают форму? Приветик, я принесла ткани. Супер. Выбираем шаблон. Обводим. Заготовка юбки. Обновка готова. Лямка через плечо. Все увешано значками. Чудесная форма. Всех прошу пройти в холл. Делимся новостями. Мисс Бэнкс, я спасла зайчика. Молодчина, заслужила значок. Такого у меня еще нет. Мне нужна форма. Конечно, держи. Добрый день, можно форму, плиз? Вот она. Алиса, твое задание – построить палатку. Палки ткани. Что с ними делать? У девочки не получается. Аманда, это Алиса. Ты как? Я будто смотрю в зеркало. Удачи! Пойдемте. Камера, мотор! В эфире кулинарное шоу. Лалилу поможет нам готовить. Держи фартук. Понадобится мука. Теперь яйца. Нашли. Разбиваем пару. Замесим тесто. То, что нужно. Осталось раскатать пласт. Лалилу, подай ножик. Нарезаем пасту. Скручиваем жгутики. Макароны. Ставим на плиту. Сварились. Заправляем кетчупом. Последний штрих – зелень. Бон аппетит! Снято! Девочки дежурны в столовой. Объедение! Потащили! На обед макароны! Аманда, раздавай порции. Полная тарелка. Приятно вапить. Осторожно. Ну вот, испачкала мне форму. Я ненарочно. Эй, ты чего? Макаронная битва! Сражение! Ах так! Ну, получай! Макарон еще полно. Мамочки! Битва в разгаре. Что вы устроили? Дежурный – это беспредел. Вызываю ваших родителей. О, нет! Ммм, эскимо! Складываем рамку. Что в коробке? Кора! Обклеиваем раму. Подкрашиваем. Сколько стразов. Какое фото будет внутри? Аманда и Алиса грустят. Ты замечала, как мы похожи? Словно сестрички. Может, так и есть? Объединим наши семьи. Сделаем общее фото. Хорошая идея. У меня кое-что есть. И я нашла материалы. За дело! Девочки мастерят рамку. Приехали ваши родители. Что случилось, девочки? Мама, папа, давайте жить вместе. Что? Они – сестрички. Вот это поворот. Счастливая семья объединилась. Знакомьтесь, это Челси. У бедняжки совсем нет денег. Короткая стрижка подстрижена, как попало. А футболка из грубой ткани совсем износилась. Двойная юбочка покрыта слоем мешковины. Нитка и кусочек ткани сплелись в крошечный бантик. На ногах – сандали на пробковой подошве. А вместо клатча – мешок на нитке. У Челси нет денег на платье из бутиков. Гуляя, девочка насладилась игрой уличных музыкантов и журчанием фонтана. Вдруг она заметила продавца сладкой ваты. Эх, вот бы хоть раз попробовать. Девочка решила помочь и отдала свою вату Челси. Довольная героиня побежала к своей палатке. В лесу можно играть и забывать обо всех проблемах. Вата вкусная, но я так объелась, что делать с остатком. О, идея! Пара ловких движений, и в руках появился Мишка из сладкой ваты. С ним так здорово играть! Крошка Голди меняет имидж. С розовыми волосами и стильной укладкой ее не узнать. Стильная юбочка Топ Лалевитон, украшенный поясом из тристаллов. А курточка с рукавами из пайеток – последний тренд модных коллекций. На ногах – ажурные чулочки и невероятные туфельки. Красотка ни в чем не нуждается, у нее роскошная жизнь. Маленькая принцесса живет с папой. Он не чает в дочери души. Подарки – все, что угодно. Папа всегда занят работой, чтобы его малышка жила в достатке. Как скучно! Золотой пони. Хм, может покататься? Надоело! Что нового в сундуке? О, корона! Этот аксессуар для настоящей принцессы. Оставлю себе. Мне идет? Конечно, я ведь самая богатая. Я богачка. Как же повезло. Папа, папа, поиграй со мной. Ну, пап. Иди на ручки, моя хорошая. Держи сюрприз. Вау, папочка, ты лучший. Чистое золото. Все обзавидуются. Девочка принялась щелкать пупырки, а папа продолжил работать. Размечаем развертку для домика. Собираем кубик. Множество коробочек собираются в картонные стены замка. С черепицей, лесенками, дымоходом и множеством окошек. Дом из картона не столь прочный, как каменный. Но наверняка порадует ребенка. Челси пришла домой с очередной партией коробок. Все собрано для создания домика мечты. Юху, сегодня я начну его строить. Строительство – непростое дело. Но коробка за коробкой, здание разрастается новыми пристройками. Еще немного, и дом готов. Теперь можно поиграть. Взгляни, куколка, теперь у тебя есть свое поместье. Топ-топ-топ, стучат туфельки по ступенькам. Чудесный домик подарил простор для игр. Высушим влажную салфетку. Снимем мерки личика и вырежем отверстие. В очередном сундуке сокровищ Голди достала пачку купюр. Обклеиваем ими маску. Края обвивает золотая цепь. Роскошные маски – королевская упаковка. Голди объелась на ночь сладостей. Пицца на лице спровоцировала кучу прыщей. А-а-а, что это такое на моем белоснежном личике? На крик прибежала помощница. Ох, госпожа, не смотри на меня. Следом сочувственно заохал отец. Срочно, нужна люксовая маска. Уже-то должно сработать. Папа и прислуга взмолились небесам. Ура, маска из купюр и бриллиантов исцелила кожу. Какое облегчение. Распечатанные картинки диснеевского замка выстроим в ряд. Отделяем силуэты башен от фона. Стенка за стеной воздвигается замок. На пенополистирольной основе возвышается величественная постройка. Папа очень любит свою дочку и делает ей только дорогие подарки. Каждый раз ездить в Диснейленд так утомляет. Дорогая, мы прибыли. Давай ручку, я помогу спуститься. Шаг за шагом аккуратно. Снимаем повязку. Вуаля! Папа дарит дочурке миниатюрный замок Диснея. Ничего себе, это мне! Да, дорогая, ты сможешь в нем жить и играть. Кстати, внутри уже заждались. Девочка зашла в замок. О чудо, принцессы! Не могу поверить своим глазам. Это сон Рапунцель Ариэль. Настоящий хвостик. А это Жасмин и ковер-самолет. Ю-ху! Давайте снимем стрим. Мои подписчики заждались свежего контента. Приветствую вас из замка. Познакомьтесь с моими подружками-принцессами. Хе-хе-хе! Возьмем золотистую тесьму и обклеим ею белоснежную ленту. По центру красуется надпись «Мисс Роскошь». Тончайшая работа ювелиров. Перед вами корона и лента для победительницы конкурса. Кто же ее получит? Моника, дорогуша, моей дочке нужен лучший наряд. Модельер с энтузиазмом взялась за подбор. Но Голди знает сама, что ей нужно. Самое дорогое. Покажите вон тот парик из купюр. И это переливающаяся ткань. Хороший выбор. Ну что, на примерку? Папа и стилист застыли в предвкушении. Папа заплатил модельеру огромную сумму. Пошли выигрывать! На конкурсе «Мисс Роскошь» собрались все селебрити и богачи. Леди и джентльмены, мы начинаем. Поприветствуйте первую конкурсантку. На сцену выходит девочка-панк. Фи, что еще за кеды? Черные, без золота, без вкусица. Следующий кандидат. На сцену опускается золотой мальчик. Погодите, у него серебряные цепи. Ты круто выглядишь, но золота недостаточно. И тут фееричное появление нашей принцессы. Голди вся в золоте и купюрах. Перед нами победитель! Да, моя доченька, моя принцесса! Ей вручают почетную корону. Аплодисменты юной победительнице. Рефилы опустошаем и мастерим изогнутый подсвечник с ручкой. Тонируем его в черный и состариваем бронзой. Свеча оплавилась до крошечной. Да будет свет, но помните, огонь детям не игрушка. Я дома! Милая, ты голодна? Присаживайся, сейчас накормлю. Тебе нужно набраться сил. Малышка перекусила. Взяв учебники и тетради, Челси принялась делать домашнее задание. О нет, выключился свет. Что же делать? Я не доделала уроки. Мама со свечой пришла на помощь. Теперь все будет сделано. Ура, я справилась. Осталось сложить сумочку и отдыхать. Деталь коллега объединяется с колесиками. Мастерим ручку из деревянных палочек. Тонируем в белый. А мулене с ручкой-трубочкой послужит шваброй. Осталось поместить еще один контейнер для губочек. Микрофибра отлично впитывает воду. Набор уборщицы справится с любыми загрязнениями. Челси прибежала в спортзал. Но вот незадача, никого нет. А что, урок уже закончился? Да, деточка, все ушли. Ох, как тут грязно. Успеть бы все убрать. Если хотите, могу вам помочь. Было бы здорово, если тебе не сложно. Девочка навела порядок, пока уборщик очищал другую часть помещения. Где же он? Я скучаю без дела. Идея. Можно прокатиться на тележке. Юху, как весело. Ох, какая же ты молодец. Держи мороженое. Это моя благодарность за помощь. Добро всегда вознаграждается добром. Девочки родились в один день. Но их ждала такая разная судьба. Бедная пара мечтает о детях. Как думаешь, может удочерим? А счастливим маленькую крошку. Решено. Пара идет за дочкой в дом малютки. Какие чудесные малыши. Семья забрала девочку Аманду. Богачка Нэнси покинула дом малютки не сама. Они тоже забрали ребенка. Сели в роскошную машину и нажали на газ. Следом вышла бедная пара. Отец Стивен подобрал плотную бумагу и смастерил конвертик для ребенка. Малышка впервые знакомится с новым домом. Теперь их трое. Ты такая красавица. А забавное родимое пятно – твоя особенность, дорогая. Можно и ко сну готовиться. А где же ей спать? Стивен придумал, как соорудить кроватку. Бедный папа – мастер на все руки. Аманду уложили в люльку и укрыли конвертиком. Нашу малышку ждет великое будущее. Для богатой крошки доступны лучшие ткани. Золотистые пайетки – дорого и роскошно. Обшиваем конверт кружевом. И украшаем фигурной короной. Богатые родители пришли домой. Развернув конверт, Нэнси обнаружила родимое пятно. Ой, что это такое? Срочно звоню доктору. Частный врач немедленно прибыла. Осмотрела малышку и расхохоталась. Не волнуйтесь, это просто родимое пятнышко. Родители успокоились. Я знала, что моя зайка здорова. Конвертик простоват. Алло, Джованни, твой дом-мод доставит малышу брендовый конверт. Что? Шьете только вечерние платья? Слышать не хочу, плачу любые деньги. Вскоре курьер уже был у дверей. Элиси достался эксклюзивный конверт. Моя детка достойна лучшего. Из косметического спонжа вырезаем мягкую фигурку. Пока не придумала, что это будет. Точно, зайка! Придаем форму ушастика. Рисуем синие глазки и смешную мордочку. Сзади хвостик из пушистого помпона. Любимые детские игрушки запоминаются на всю жизнь. Аманда может занять себя сама. Песик Тоби принес косточку похвастаться, а девочка приняла ее за игрушку. После она сложила из палок и камушков зайчика. У тебя богатое воображение, вырастешь творческой натурой. Эх, пора купить настоящую игрушку, сбережений нам хватит. Ура, у малышки теперь есть заяц Флаффи. После игр во дворе игрушка быстро испачкалась. Ну и что, это любовь на всю жизнь. Аманда и Флаффи неразлучны даже в кроватке. Малышка Элиса немного подросла и уже тянется играть с деньгами и драгоценностями. Детка, мы богаты, но все же для игр должна быть игрушка. Алло, ювелирный дом? Эксклюзивный мишка с бриллиантовыми глазками? Срочно! Элиса в восторге от нового, драгоценного друга. За играми пройдет весь день. А деньги пойдут маме на новую помаду. Бедняжка Аманда выросла милым подростком. Узнаете мое родимое пятнышко? Ее наряд скромный. Ветхие лосины кое-где порвались и спачкались. Выкраиваем вверх. Серая туника подойдет. Хоть она тоже не первой носки. Длинная джинсовая накидка с кармашком поможет немного согреться. Природа одарила Аманду чудесными белокурыми волосами, которые девушка собирает в два хвостика. В мусорных баках попадается много полезного. Даже кеды сумела найти. Изношены, зато не босиком. Аманда не думает о материальном. Писать песни на любимой скамье – ее хобби. Птички-подружки своим пением вдохновляют. Даже рев мотора не помешает творить юному автору лирики. Элиса не выносит несовершенства. Подчеркнем идеальный блонд с укладкой от топ-стилистов. А из дорогого кружева шьем юбку на липучках. Больше золота. Блестящий топ с асимметричным рукавом и акцентным декором точно будет сверкать в объективах папарацци. На поясе и шее свет отражают бриллианты. Золотистые сапожки-чулки обтягивают ножки. Главное для Элисы в украшениях – их количество. Золотая девочка Элиса не сходит с таблоидов. Популярность – гарантированный билет на все премии и светские вечера. Элиса позирует для фотографов, дает интервью журналистам. Фанаты в восторге, но охрана держит их на дистанции от звезды. Внимание утомило. Телохранитель тут же уводит Элису от публики и увозит в лучший отель, где она будет отдыхать от внимания. В измятые алюминиевые банки срезаем верх и делаем дверцы. Крышечка от баночки послужит верхом. Устойчивые ножки из шпажек удержат конструкцию. Трубочка возвышается дымоходной трубой. Закрепляем ручки и окрашиваем в черный цвет. Буржуйка не раз выручала семью. Аманда собрала охапку дров и приступила к приготовлению ужина. Пускай валит дым, зато еда с огня вкуснее холодной. А вот и Роуз состарилась, но все так же мила. Скоро будем кушать, мама. Ох, как раз проголодалась. Супчик готов. В пустую коробочку укладываем холофайбер. Обшиваем атласной тканью. Стенки сверкают глиттером. Из коктейльных трубочек установим угловые опоры. На них разместится крышка из золотистого картона. Вверх установлен, осталось завесить полонкин воздушным тюлем. Добавим ажурную тесьму. Подвяжем завесы золотым шнурком. Повсюду распустились бутоны цветов. А в центре засверкала ювелирная подвеска. Роскошный полонкин для важной особы подан. Элиса бездельничает в апартаментах. Где там новый ролик Ла-Ли-Лу? О, только что залили на канал. Буду первой. Как, впрочем, во всем. Госпожа Элиса, пора собираться на светский прием. Опять тусовки, я занята отдыхом. Но мисс посол Франции лично созвал всю элиту. Ох, лень идти. Ну, разве что вы меня понесете? Раньше правителей носили с почестями. Хочу так же. Чего не сделаешь для богатых капризных леди за солидное жалование? Телохранители заносят королевский полонкин. Ну вот, можете, когда хотите. Элиса ловко взобралась и вперед гулять по-королевски. Путь был долгим. Охранники устали, и один нечаянно споткнулся. Эй, осторожнее, звезда едва не упала. Простите, не повторится. Да ну вас, спокойнее дойти пешком. Старое полотенце износилось. Нитки истрепались, но если подлатать, сойдет за скромный пледик. Наволочка из малярного скотча набита шерстью. Пара дыр присутствует, но все равно мягко. Аманда вернулась домой, когда уже стемнело. Роуз спала. Пора и мне вздремнуть. Дочка поправила маме одеяльце. Осталось расстелить матрас. Как приятно прилечь. Только зябко, девушка ворочается от холода. Роуз проснулась и укрыла дочурку своим пледом. Проснувшись, Аманда решила найти более теплый плед для мамы. Плед! Супер! А это что? Подушка в комплект. Вот это улов! Девушка побежала домой. Теперь тепло будет всей семье. Окрашиваем ракетку в золото. Украшаем кристаллами Сваровский и стразами. Добавляем мерцание глиттером. Спорт требует вложений. В пластилиновые блоки установим деревянные опоры. Окрашиваем их и натягиваем сетку. Роскошный вип-корт установлен. Хобби Элисы – большой теннис. Корт пустует, спарринг-партнер заболел. Но верный телохранитель готов заместить спортсмена. Охранник ловко владеет ракеткой. Не раз приходилось подменять. Подача – отбил. Подача – есть. Теннис – спорт для выносливых. А Элиса быстро устала. Тут уж деньги не помогут. Зато помогут стереть испарину. Фу, жарковато. Доллар вместо салфеток? Могу себе позволить. Сломалась зубная щетка? Не беда. Пластиковая коробочка тоже пригодится. Опустошаем ее. Подрезаем ручку. Приклеиваем к банджу и грунтуем белым акрилом. Окрашиваем бока в желтый. Кристальные серебристые бусины настроят звук. Кусочками проволоки укрепляем каркас по бокам. Натягиваем струны. Уверены, банджу взорвет публику. Крафтовый стаканчик обрезаем по метке. Сразу мастерим поля. Неплохая шляпа. Украсим тулью ленточкой. Затонируем полусухой кистью и добавим ветхости наждачной губкой. Монетка за монеткой приумножаются скромные накопления музыканта. Аманда не пишет песни в стол, а зарабатывает ими на жизнь. Впервые буду играть на такой широкой аллее. Девушке нужно настроиться. Вот и первый слушатель. Новая песня пришлась прохожим по душе. Летят монетки, но интерес публики еще важнее. Элиса не оставила исполнительницу без внимания. Вау, она чудесно поет. Вот это пачка денег. Кто эта щедрая дама? Спасибо вам, леди. Надо же, я словно смотрюсь в зеркало. У тебя такое же родимое пятно. Это не совпадение, мы сестры. Невероятно, но разлученные девочки смогли найти друг друга в суете шумного Лалитауна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!